Утро 23 октября, 8 часов. Ежедневная планерка мэра Анапы Сергея Сергеева в этот раз не в кабинете, а на строительной площадке детского сада номер 4. 23 октября – промежуточная дата. На прошлой выездной планерке строители обещали установить окна и застелить кровлю к 27 октября. Фасадные работы планировали завершить к 5 ноября. Сергей Сергеев пообещал не выпускать из виду эту стройку. И держит свое слово. Значит, я почему вас всех пригласил. Для каждого из вас будет работа. Допустим, Сергей Алексеевич может задать вопрос. Что? Значит, Сергей Алексеевич, транспортное средство, ГАИ ваше, транспортное средство помочь вывезти. Где Алексей Алексеевич? Алексей Алексеевич, допустим, договорится, чтобы этот стройматериал эти приняли. Тоже утро начинаете здесь и вечер заканчиваете здесь. 250 анамских семей в эту волшебную страну к Новому году приведут своих детей. Событие для города значимое. Учитывая, что именно на стадии завершения строительства случаются серьезные просчеты и упущения, Сергей Сергеев задает уточняющие вопросы прорабам и исполнителям ремонтных работ. Техпаспорт заказан? Заказан. Следующий вопрос. Ограждение заказано? Заказано. А почему мы не занимаемся благоустройством сейчас? Что нам мешает? Глава уверен, при правильной организации работы можно с успехом одновременно и отделку помещений завершить, и теневые навесы построить, выполнить прокладку коммуникаций и тут же вслед за этим вертикальную планировку территории. Но на сегодняшний день территория будущего детского сада захламлена строительным мусором, а о планировке и планировании работ речи не идет. Вчера зарыли. А сегодня это что? Сейчас любой контрольный орган, он имеет право на вас протокол составить. Где техника безопасности? Где сходник? Где перила на эти столицы? Что вы мне рассказываете? Евгений Зенцев, заместитель генерального директора предприятия «Кубаньстрой», объясняет, найти в Анапе хорошую фирму, которая быстро и в срок выполнит весь комплекс планировочных работ, не удается. Сергей Сергеев тут же отдает распоряжение связаться с фирмой-подрядчиком, которая возьмется за эту работу. Заместитель Маранапы Сергей Козлов предложил организовать на территории субботник. Еще одна проблема – рабочие на стройплощадку приезжают из Краснодара. Зачем ты мне это рассказываешь? Если бы все гладко было, я бы сюда не приезжал. Но вот эти мелкие вопросы – жить негде. У нас половина здравниц, две трети закрыты сегодня. Можно включить отопление в корпусе каком-то и по минимальной оплате поселить людей в человеческих условиях, не в палатке. Потому что завтра будет холодно, а после завтра дождь пойдет. И они будут знать, что мы за них заботимся. И работать будут в две-три смены. Ну тогда ставьте эти вопросы, задавайте. Рабочие продолжают внутреннюю отделку здания. Маранапы недоволен процессом. Часть заказанных окон прислали не того размера. Так что выездная планерка еще раз вскрыла ряд вопросов, вполне решаемых, если ежедневно контролировать строительство и решать текущие проблемы оперативно. Важнейшая социальная стройка доверена успешным и известным фирмам. Евгений Зенцев строил в Краснодаре жилой микрорайон Репина. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Офицер получил второе высшее образование финансиста. Мыслит экономически. Возводил детский сад Арсен Эйриян. Фирма «Атлант» много раз доказывала свою состоятельность на строительном рынке города отличными объектами. Так что есть надежда. Эти люди ожидания напчан оправдают. Наталья Пухальская, Любовь Евсеева, Станислав Фалько.